Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале English Galaxy. И мы с вами продолжаем наиважнейший плейлист практической грамматикой английского языка 0.0. Let's continue this very important playlist. Значит, у нас с вами вся теория была также в нашем плейлисте. Мы с вами разбирали. Сейчас только практика. Итак, задача переводить на английский язык и использовать именно краткую форму. Ну, разумеется, где это возможно. Ну, практически везде. Итак, друзья мои, давайте с вами сделаем это на важнейшее упражнение. Она только что ответила на этот вопрос. Она she только что ответила. She's just answered на этот вопрос this question. She's just answered this question. Мы только что обнаружили это. Мы found 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 it out. We've already found it out. Я только что понял это. Я I've только что just понял это understood I've just understood I've только что получил твой email. Я только что I've just получил got твой email your email. Ну или также допустим еще такое слово как receive получать. Он просто звучит более формально. I've just received your email. Or I've just got your email. Он уже поделился этой информацией с нами. Он уже поделился shared этой информацией this information с нами with us. He has already shared this information with us. Я только что исправил эту ошибку. Я только что I've just исправил эту ошибку corrected this mistake. I've just corrected this mistake. Она думала об этом много раз. Ну имеется ввиду, что это верно по настоящее время. она думала об этом. She's thought об этом about it много раз. Many times. She's thought about it many times. Я уже ответил на этот вопрос. Я уже ответил ответил на этот вопрос this question. I've already answered this question. Далее. Я был в Англии на прошлой неделе. Как вы скажете. я был в Англии на прошлой неделе. I was in England last week. Да, здесь мы как раз краткую форму нельзя сказать, поэтому вначале я сказал, что везде, практически везде. Вы также, когда в любом случае переводите, всегда должны быть крайне бдительны. То есть, да, видите, до этого у нас были временные указатели времени present perfect, но вы знаете, что last week на прошлой неделе это отдаленное прошлое, поэтому никакого здесь present perfect нет, только past simple. Вы также должны за этим следить. I was in England last week. Далее. Мы только что услышали самые последние новости. Мы только что услышали We've just услышали heard самые последние новости. The latest news. We've just heard the latest news. Итак, повторяем. She has just answered this question. We've already found it out. I've just understood it. I've just got your email. He has already shared this information with us. I've just corrected this mistake. She's thought about it many times. I've already answered this question. I was in England last week. We've just heard the latest news. Далее. Как я только что понял, это стоит сделать? Подумайте, как вы это скажете. Я только что понял, что это стоит сделать. As I have just understood it's Как я только что понял, это стоит сделать. Это it's стоит сделать. It's worth doing. Мы с вами говорили про эту фразу. Так видите, здесь опять задание выложить, что использовать именно краткую форму. As I just understood, it's worth doing. Я только что получил твое сообщение. Я только что I just получил got твое сообщение your message. I've just got your message. Or I've just received your message. Я уже посещал это место. Я уже посещал visited это место this place. I have already visited this place. Я решил эту проблему на этой неделе. Я решил эту проблему. I've solved эту проблему this problem на этой неделе. This week. I've solved this problem this week. Далее. Она уже говорила это. Она уже говорила это. She's already said it. Он только что заметил ее. Он только что заметил He's just noticed her. Он уже сказал нам все. Он уже. He's already сказал нам told us все everything. He's already told us everything. Как я уже сказал это хорошая идея. Как я уже сказал as I've уже already сказал said as I've already said это хорошая идея. It's a good idea. As I've already said it's a good idea. Далее. Она только что упомянула это. Она только что упомянула she's just упомянула это. She's just mentioned it. She's just mentioned it. on уже прибыл на конференцию. Имеется какую-то конкретную конференцию. Он уже прибыл. He is already прибыл arrived на at We говорили про глагол arrive at the conference. Помните выражение. Если какое-то большое место, город, страна, то arrive in. Arrive at the airport, at the conference, at the party. Это нужно запомнить. He's arrived at the conference. Повторяем. As I've just understood, it's worth doing. I've just got your message. I've already visited this place. I've solved this problem this week. She's already said it. He's just noticed her. He's already told us everything. As I've already said, it's a good idea. She's just mentioned it. He's already arrived at the conference. Далее. Я уже думал об этом. Я уже I've already думал thought об этом about it. I've already thought about it. Она только что позвонила нам. Она только что позвонила нам called us. She's just called us. Они только что подписали следующий контракт. Они только что подписали signed следующий контракт the following contract. They've just signed the following contract. У меня уже была такого рода проблема. У меня уже была. То это словно я уже имел такого рода проблему. Я уже имел I've already had такого рода проблему this kind of problem. I've already had this kind of problem. она только что поняла нас. Она she's just поняла нас. She's just understood us. Итак, повторяем. I've already thought about it. She's just called us. They've signed the following contract. I've already had this kind of problem. She's just understood us. Значит, друзья, отлично, что мы привыкаем именно к такой краткой форме. Мы с вами двигаемся по нашему по листу. Далее у нас, друзья мои, отрицание, вопрос. И также мы должны очень активно и интенсивно поработать с неправильными глаголами. Но чтобы еще более лучше отработать как раз это время present perfect и третью форму, мы еще должны с вами рассмотреть пассивный или страдательный залог, чтобы примеры были к неправильным глаголам максимально информативны, друзья мои. и далее после этого мы будем также разбирать праздницу времен более подробно. Окей, thank you.